Так, в Лазаревском районе за неделю специалисты обследовали 18 объектов, в 9 из которых были выявлены нарушения. В основном это кафе и магазины. И оправдания у предпринимателей от проверки к проверке не меняются. Кто-то утверждает, что ему помогают исключительно родственники, а кто-то откровенно лукавит и говорит, что обслуживает круглосуточный магазин самостоятельно. При этом не производится отчисление ни в налоговую, ни в пенсионный фонд. Меры к нарушителям самые жесткие. Проверка трудовой инспекции, штраф, который покажет, что выгоднее вести свое дело по закону. Эту работу должны выделать и требовать, чтобы в вашей отрасли не было тех людей, которые работают, но не оформлены. Это и экономическая безопасность, это и пенсионные фонды отсутствуют, и самое главное, безопасность отсутствует. Еще чего не хватало. На транспорте работают люди не оформленные. Это нонсенс. На начало работы межведомственной комиссии в городе насчитывалось более 70 тысяч людей, получающих зарплаты в конвертах. Сейчас их осталось порядка 26 тысяч. И работа в этом направлении будет продолжена до тех пор, пока с каждым из них не будет заключен трудовой договор. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...